Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол это Жизнь и мы продолжаем с вами карьеру за Уэйна Руни, который тренирует Эвертон в FIFA 23. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал и игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе. Буду рад, что всех там увидите. Ну что же, сегодня мы доигрываем полностью весь первый сезон. У нас сейчас середина февраля. Ну, как вы понимаете, будет сегодня насыщенный выпуск у нас. Ну и в принципе посмотрим, зайдет ли вам такого рода контент, что один сезон мы примерно там на три выпуска разобьем. В феврале у нас, ну, главный матч это МЮ и Челси, естественно. Дальше в марте из всех команд я бы, наверное, только Дерби здесь выделил, Дерби Каунти. Это, если я не ошибаюсь, одна восьмая кубка Англии, как вы видите. Поэтому идем дальше. Здесь уже Ливерпуль. Ливерпульское Дерби у нас это в апреле. Ну и больше тут и некого особо выделять. Ну и в мае это, понятно, Тоттенхэм и Манчестер Сити. Я посмотрел, посмотрел, зашел даже в Википедию. В прошлом сезоне Вестхэм занял седьмое место и попал в Лигу Конференции. Один клуб из АПЛ попадает в Лигу Конференции, вот, который занимает седьмое место. На данный момент это Crystal Palace. Вот, мы идем на пятом месте. Мы попадаем в Лигу Европы. Вот, ну и также там вроде как обладатель Кубка Англии, в котором мы еще участвуем, тоже попадает в Лигу Европы. Поэтому посмотрим, посмотрим, какое место мы займем по окончанию сезона, а потом уже будем дальше думать. И вы уже можете писать под этим роликом в комментариях, какие нам трансферы проворачивать под Еврокубки, смотря в какой Еврокубок мы попадем. Поэтому это все в конце сегодняшнего выпуска мы, естественно, узнаем. Но пока у нас игра против Эвертона. Эвертон, да, конечно, против МЮ. Мы играем на выезде. В прошлый раз мы сыграли 1-1. Грей, я запомнил, что попросил нас выпустить его в этом матче. Поэтому давайте будем отправляться. Так, ну а Грей-то у нас и так, в принципе, в стартовом составе. То есть, вот, вы видите, я сейчас тоже так немножко посмотрю, хоть вспомню, кто у нас и что здесь на поле. Поэтому, ну, вот так. У них, я вижу, по трансферам Карвахаль подписан и Боуэн. Боуэн вроде в Вестхэме играет. Поэтому играем яркие моменты. Дождь на Ултраффорде. Роналдо еще в МЮ. Поехали. Итак, АПЛ, МЮ против Эвертона. Я вам говорил, что в этой карьере Руни, ну, будет тренировать те команды, к которым он хоть какое-то имеет отношение. И вот самое прямое он имеет к Эвертону и к МЮ. Поэтому, если мы какой-то пик своей карьеры тренерской уже проведем в Эвертоне, то было бы вообще замечательно попробовать перейти в Манчестер Юнайтед. Я, естественно, бы попробовал, потому что, ну, не всю жизнь нам Эвертона тренировать. То есть, ну, опасный какой момент, сразу Роналду забивает. Боуэн, кстати, отдает голевую. Ну, конечно, еще и Си. Вот. Выведем сейчас Эвертон в Еврокубке. Посмотрим, может быть, получится ту же Лигу Европы выиграть с Эвертоном. А потом можно вот на таком пике уйти в Манчестер, постараться сколотить какой-нибудь топовый состав и выиграть долгожданную Лигу Чемпионов. Ну, либо же тот же чемпионат Пикфорд, скорее. Слава богу. А почему АМЮ-то тут к атаке проводит? Это сейчас обидно. Очень даже обидно. То есть, я сейчас очень там даже комфортно отошел от зоны попадания Лиги Конференций. Вот. Поэтому, ну, тут уже... Я не знаю, стоит ли нам как-то ротировать состав, чтобы наигрались молодые игроки. И мы благодаря этому там теряли очки и спускались чуть пониже. Я не знаю, стоит ли так делать или нет. Мы будем в любом случае играть в свою игру. Вот. Пока что плохо. Пока что у нас вообще ни одной атаки не было. Вот, наконец-то. 43-я минута. В концовке тайма Дэвис с мячом. Попробуем. У нас других вариантов тайне. Таунсенд через Марсиале. Кстати, который выступает сейчас против своей бывшей команды. Марсиаль. Так. Дэвис. Через Таунсенда. Как неплохо Джассиен подает, но там один француз против другого столкнулись. Варан против Марсиале. Второй тайм. Второй тайм. К мячу подходит Криштиану Роналду. Но он еще так вот в такую позу встал, что он точно бить отсюда не будет. Он, естественно, навешивает. Вроде справились. И очередная контратака. Стороны Эмью. Ну, вот как-то очень обидно, что первой же атакой мы пропустили, а дальше Эмью каких-то и моментов особых не создает. Все отлично здесь перехватили. Вот, еще и сольный проход у Эмью. Когда у нас это такой будет. Так, здесь Кин против Роналду. Ну, мы сразу назад сейчас будем так отходить. Там еще и Фред как-то в атаку мощно забегает. Антонин. Ну, и здесь все. Здесь перехват. Так. Очередная наша атака. И под концовку тайма она. Гуе. С мячом, которого не получилось у нас продать. К сожалению, Марсиаль. Отлично на Гордона. Ух, как, а? Второй момент. И Гордон забивает. Ну, не на Гордона, естественно. Это не мужской и женской. Она здесь. Гордон. Гордон забивает. Ну, пока что неплох. Очень даже он неплох. И что, ничья? Ох, еще и пенальти. Ох, еще и Марсиаль к мячу подходит. Ну, здесь надо. Надо постараться. Тишина на Ултраффорде. И забивает. Марсиаль забивает победный гол. А вот давайте. Теперь Марсиаль. Ну, здесь уже Си, естественно. Не слышно. Потому что болельщики недовольны. Конечно, можно было не праздновать этот гол. Все-таки в своей бывшей команде забил. Но. Мы, похоже, сейчас можем обыграть МЮ. Не зря наши болельщики приехали. Да, и это минимальная победа. Мы ее вырвали в концовке. И вот так вот. Уэйн Руни. Во втором матче. Ну, мы, кстати, за два матча вроде ни разу Манчестер и Юнайтед не проиграли. В первом матче была ничья. А вот второй раз на Ултраффорде еще и победили. Уэйн Руни. Ну, замечательно приехал в Манчестер. Ну, что же. Теперь мы попали уже даже в зону Лиги Чемпионов. И обогнали Ливерпуль. Вот здесь уже, мне кажется, стоит все-таки остаться. Вот прям как все сейчас. Вот сейчас будет завершить сезон. Потому что еще одна из основных целей именно нашего пребывания в Эвертоне – это вывести Эвертон на уровень лучше, нежели чем у Ливерпуля. Понятно, что это единоразово как-то, может быть, получится просто обойти Ливерпуль в турнирной таблице. Но все же у нас это получилось. И, ну, вот, надо теперь посмотреть, что будет по итогам сезона. Сейчас мы играем против Астанвиллы. Я выпущу в любом случае второй состав. Вот, понятно, у меня левый фланг защиты. Это Нкунку и Амаро. Ну, и бегать, естественно, уберу. Выйдет Пикфорд. Но посмотрим. Мы играем дома. У Астанвиллы по составу Воланд. Кстати, из Монако Джана подписали из Дотминской Боруссии. Ну, я не знаю, другие тут вроде те же самые и остались. Ну, что же, Эвертон против Астанвиллы. Поехали. Гудисен Парк. Эвертон против Астанвиллы. На тот момент, я не знаю, в Астанвилле же еще до сих пор вроде Стивен Джерард. А у нас, я помню, вот эта вот картиночка уже была. Руни против Джерарда. А вот и Астанвилла. А вот Астанвилла будет бить пенальти. К мячу подходит как раз Кевин Воланд. И сейчас смотрим, получится или нет. Нет. Прямо развел. Я действительно думал, что будет бить вправо. Но вот не получилось. А вот и наш сольный проход. А там все. Это выход 1 на 1. Кальвир Льюин. По схеме можно понять, что там нет защитников впереди. Поэтому все. Но здесь надо просто реализовать. Это как хоккейный булли. Только у нас здесь футбольный. Отлично. Кальвир Льюин забивает. Забирает мяч. И мы бежим отыгрываться. Так. А вот еще один наш сольный проход. Теперь уже во втором тайме. Здесь уже защитники есть. Я не знаю, получится ли дождаться чего-нибудь под подключения. Отлично. Отлично. Хави Симмонс. И в обе. Анана. Вот у Симмонса мяч все-таки отобрали. И еще одно пенальти. Снова Волант. Вот. Хотя бы один до пенальти из двух нам надо отбить. И все-таки второй угадывает Пикфорд. Отлично. Так. Теперь опять же сольный проход у Астон Вилла. У нас когда пенальти будет? Или наши пенальти все были вот в матче с ЭМЮ? То есть нам так авансом до конца сезона. Так. Каутини. Ух. Дальний удар какой. С тайм-финишингом. Так. Вот и наш сольный проход. Правда здесь защитники есть. Но здесь надо. Здесь надо как-то обыгрывать на скорости проходить Диня. Но нет. Очень плохо. Очень плохо все получилось. И последние минуты. Скорее всего здесь будет у нас ничья. Если мы сейчас обороняемся. Так. Нкунку против Байли. Спокойно. Здесь у нас Еремина. Да. Финальный сесток. 1-1. На гол Воланда с пенальти. Калер Львин там через пару минут буквально ответил забитым мячом с игры. Так. Ну и недолго музыка играла. Ливерпуль нас обошел. По очкам равенство у нас. Но там скорее всего по разнице мячей. Вот. Это раз. Два. Эмью. Снова как-то вот так вот отлетает. И попадает в Лигу Европы. Я бы не хотел бы на самом деле таким составом как Овертан сейчас выходить в Лигу Чемпионов. Вот честно. Поэтому где-то я естественно буду выпускать вторые составы против команд, которые там слабее нас конкретно. Буду естественно выпускать второй состав. Но уж точно там не бегающий на воротах. Молодым шанс сдаю в поле. То есть это и левый защитник на Кунку и игрок Амара. Мы из Уэстхэма вроде португалец, которого подписали. Поэтому как-то так. Ну что же. Сейчас мы играем против лидера английской премьер-лиги. Против. А кстати нет. Эмью-то он просто в матч. У них был в запасе. И в итоге нас все обошли. Мы снова на уровень Лиги Европы откатились. В общем-то играем против Челси. Первое место в английской премьер-лиге. На какой-то момент их Лэмпорт. Прошу прощения. Кстати да. Лэмпорт. Все. Уже всех перепутал. Лэмпорт. Тренировал Челси. Вот. Потом. А потом кстати да. Мы то и убрали Лэмпорда из Эвертона. Потому что он сейчас там тоже его в реальности вроде тренирует. Поэтому первая строчка против пятой. Выпущу сегодня стартовый состав. И на следующую игру. Там будет у нас игра против Derby County. Которому кстати тоже имеет отношение. Уэйна Руни. Он сейчас вроде его тренирует. Мы. А также выйдем первым составом. Потому что ну. Там я рисковать не хочу. И хотелось бы все-таки проходить в четверть финал Кубка Англии. Состав Челси. Кукурелла у них в центре защиты. Как я вижу. Жоржиню. Понятно здесь еще в Челси. Ну и подписали. А Семьена. Как я вижу. Наш состав. На ваших экранах. У нас без изменений. Поехали. Ну что же. Мы на Стэнфорд-бридж. Челси против Эвертона. Первая строчка против пятой. Для нас это отличная проверка. Против лидера. На данный момент английской премьер-лиги. Посмотрим вообще. Что у нас здесь получится. Потому что против МЮ. Неплохой матч мы конечно выдали. Главное что концентрация у нас была до конца. Хоть и быстро пропустили. Ну вот Челси. Отлично здесь Тарковский. Против Семьена. В центре поля отыграл. И сольный проход здесь. У нас там Миколенко на фланге. С мячом будет Пулишич. Так. Ну смотрим. Что у нас здесь выйдет. Миколенко. Ну вроде чисто. Отобрал. И очередная атака. За первый тайм атаки только у Челси. 44 минута. Снова Семьен. Так и дальний удар. Пикфорд. Молодец. Ну вот и наша контратака. Во втором тайме. Ну вот надо с умом ее тут провести. Идреса Гуе. Через Дэвиса. Тот на Антони Марсиаля. Дальше на Грея. Нам хотя бы до удара это дело довести. Кстати получается. Так понимаю. Нет. Если здесь только вот подбор конечно выиграть. Что там. Оффсайд еще был. Таунсенды к сожалению. Угловой. Ну. Угловой это 50 на 50. Прям как пенальти. Если получится хорошо навесить. То получится и забить естественно. Попробуем. Тут на ближку идет естественно. Минди мяч забирает. Атака Челси на 80 минуте. Эх. Хотелось бы конечно в ничью с ними сыграть. Не знаю получится или нет. Нет. А тут прям в одно касание все быстро они разыграли. И Асимьен в итоге забивает. У нас возможность навесить появляется. На 85 минуте. Ну посмотрим. Что у нас вообще получится. Не получится. А вот. Асимьен в первом же матче. А за Челси забивает. Так. Гуе. Грей. Неплохо Миколенко. Ух как тут Дэвис то. Справедно тут Кукуреле уже. И здесь я где-то перетянул. В общем минимальное поражение на выезде. Лидеру английской премьер лиги на данный момент. Ну. Вообще хотелось бы конечно с ними в ничью сыграть. Моменты для этого. Мы хоть и не создавали. Но как минимум хорошо оборонялись. Но. В итоге. Вот он результат. Ну что же. Наш матч. Домашний. В стадии 1-8. В Кубке Англии. Поэтому играем против Derby County. Команда из чемпионшипа. Посмотрим. Посмотрим что у нас выйдет. Играем естественно первым составом. Рисковать я не хочу. Ну. Состав Derby County на ваших экранах. Не знаю знаете ли вы кого-нибудь оттуда. Или нет. Я только Хури Хейна где-то слышал. Вот. Поэтому. Поехали. Итак. Кубок Англии. Пятый раунд. Либо же 1-8. Эвертон против Derby County. Уэйн Руни. Если я не ошибаюсь. Вспоминая карьеру Уэйна Руни. То он тренировался. Выступал за Derby County. Будучи еще игроком. Вот. Ну а потом стал. Их тренером. Вот. Ну вроде как и сейчас. А вот и Марсиаль. Отлично еще и булит. Выход 1 на 1. И Марсиаль забивает. Отлично. Слава богу получилось. Тут прям так знаете на грани было. Он почему-то еще и левой ногой. Решил пробить. В итоге на третьей минуте. Марсиаль уже забивает. Выводит. Выводит Эвертон. Вперед. Еще один. Момент. Здесь уже защитника. Мне кажется он. Успеет. Хотя нет. Будет ли дубль. От Марсиаля. Да. И это дубль. Вот. Ну скорее всего уже точно. Эвертон. В четверть финале. Вот так вот быстро. Мы уже за 15 минут решили. Я просто не хотел действительно рисковать. Понятно что стоило дать там шанс. Молодым. Хотя бы в первый состав. Выставить вот этих. Нкунку. И. Центрального защитника. Но. Все таки. Береженого бог бережет. Поэтому. Отыграем первый состав против дерби. Вот еще и штрафной у нас. Пока что все моменты за нами. И это радует. Так. Ну и штрафной здесь. Как-то разыграть не получилось. Возможность навесить. Там в центре. Одинешеник. Забегает. Или будет забегать Марсиаля. Как отлично. Нет. Кстати. Вратаря попадает. Так. Ну здесь уже. Дэвис. Сплоховал. Так. У нас идет уже второй тайм. Снова у мяча. Таунсенд. Посмотрим. Получится что-нибудь показать здесь. Или нет. Какой-то такой. Удар. Не очень-то удобный. Контр-атака. Я не знаю. Если получится. Конечно. Марсиаля сейчас там. Вперед запустить. Но пока тут сами. Наверное. Пробежимся. Ну понятно. Здесь уже. На Марсиале это бы не отдали. Очередной штрафной. 66-ая минута. Конечно. Лучше бы разыгрывать. Наверное. Так. Грей. Потерял. Потерял. 84-ая минута. И снова сольный проход. Снова Марсиаль. А если смотрите. Почему-то у Кнайта. Там центральный защитник Астамина. Как-то. Ухудшается. А у Марсиале. Он как будто вообще весь матч не отыгрывал. Марсиаль. Хэтрик. Нет. Или да. Или нет. Подача тут на дальнюю. И здесь даже. Но все-таки получилось. Таунсен забивает. Счет у нас 3-0. Обыгрываем. Дерби Каунти. На стадии 1-8. Кубка Англии. Ну. К сожалению. За Марсиале. Хэтрик. Не получилось сделать. Здесь сейчас еще момент. У Дерби Каунти. Получится или нет Пикварду в сухую отыграть. Я вот не знаю. Пау. Нет. Не получится. Естественно. Потому что далеко тут вышли. И свой момент. Дерби Каунти. Это вроде их первый момент. Они реализовали. Но 3-1 в любом случае. Проходим мы в четверть финал. Кубка Англии. Это тоже знаете ли. Достойно. То есть это не тот же кубок Карабао. Вот. Поэтому. Значимое событие. Вышли в четверть финал. Сейчас посмотрим на наших возможных соперников. И на этом они сразу все у нас будут известны или нет. Да. Все. Поэтому давайте. Брайтон. Отличный для нас соперник. Если попадет. Они прошли Лестер. Сити. В итоге по пенальти. Обыграли Булверхэмптон. Ну. Сити я бы конечно не хотел. Лутон Таун. Почему бы и нет. А Тоттенхэм прошли Шеффилд. Ну. С Тоттенхэмом не хотелось бы. На самом деле. С Брэнфордом. Вот. Можно было. Они с Суттен. Юнайтед прошли. С Кардиффа можно было. Ну. С той же Астон Виллой. Поэтому вот Тоттенхэм и Сити. Манчестер Сити я бы точно вот не хотел. Вот. Желательно их в одной паре свести. На стадии четвертьфинала. Чтобы они там сыграли. Минус один тяжелый соперник для нас. Так. 210 тысяч нам заплатили за победу. Так. У нас здесь по молодежке пошли отчеты. Так. Ну и есть. Есть у нас ребята. С рейтингом 60+. Вот. Гловера мы сейчас подпишем. Это в основной состав. Я не знаю. Что с ним. Там. Будет ли он у нас вообще хоть как-то фигурировать в составе. Мы сейчас посмотрим. Вообще добавляли ли мы кого-нибудь из Академии. Нет. Это наш первый вратарь из Академии. Так. Этого мы выставили на трансфер. Тот же Гловер. Сейчас мы его в аренду отдадим. Но он только на следующий сезон уйдет. Вот. То есть можно на будущее его даже заменить. Вот. Бегович. Ну. Закончить там карьеру. Либо мы его продадим. И отличная замена для него. Того же вот этого вот. Жо Виргинья. Сейчас из аренды вернется. В следующем сезоне можно и Беговича продать. И вот подумать пока что. Сейчас у нас матч против Лидса. Они идут на 11 месте. Поэтому ну. Здесь все таки у нас стартовый состав. Наш основной. Два матча подряд отыграли. Поэтому давайте теперь шансы второму составу дадим. Пифорда. Поставим. И в принципе. В принципе все. Гловера пока что естественно никуда выпускать там не будем. Я не знаю. В матче может быть. Если там турнирное расположение не будет никак решаться. Там в концовке. Я его и выпущу. Ну а пока что состав в наших ранах. Поехали. Ну что же. Мы дома. Гудисен парк. Эвертон против Лидс Юнайтеда. Ну посмотрим. Команда идет пониже нежели чем мы. Это шанс показать игрокам второго состава тем же новичкам. Правда новичков то особо не было. Если только центрального защитника считать молодого за новичка из Хави Симмонса. То есть в принципе у нас вот зимнее трансферное окно прошло с новичками. Вот. И с молодыми. То есть никаких таких опытных игроков мы там не подписывали. По возрасту уж точно можно их оценить. То что они молодые. И вот такой же футбольный булит сейчас со стороны Кальверта Льюина. Ну надо. Надо здесь конечно забивать. Отлично. Хорошо что получилось. Потому что там Фирпа меня нагонял. Я думал а вдруг догонит. Там помешает пробить. Но в итоге слава богу получилось. Кальверт Льюин открывает счет. А у нас здесь возможность навесить. Так ну там Льюин прям. Одинешенек. 2-0. Вот так вот. Дубль. Вот нашего бомбардира. На 20. Так это вообще здесь Алекс и Воби. С трибуны. Вместе с Хави Симмонсом откуда-то прибежали. Ну. В итоге как-то так. У нас идет контр-атака от Лидс Юнайтеда. Это еще первый тайм. Концовка. Ну. Посмотрим. Ну. 10 мячей. Кальверт Льюин забил за 15 матчей. Хорошая. Так. Считаю статистика для него. В принципе. Кто 10 мячей в АПЛ забивает. Это уже ну типа плюс. Понятно. Нам будет там не Крещану Роналду. Который будет там по 20. 30 мячей за сезон забивать. В той же АПЛ. Для вас. Мне кажется. Для таких игроков. Для игроков. Эвертона. Это просто сказка. Вот. А вот и опасный момент. Бэмфорд. Ну. Здесь уже понятно. Он здесь ничего не оставалось делать. Защитникам вряд ли бы получилось. Свой булит они тоже вот реализовали. Ну. Сейчас. Не хочется чтобы забили еще нам с углового. И камбэкнули. Как мы против Эмью. Мы правда камбэкнули со счета 1-0. Там волевая была победа. Спокойно. Вроде как я не знаю получилось или нет. Хотелось бы верить что да. Ну. Очень все долго. Отлично. Еремина. Мяч отбирает. И опять же атака. Лица. На последних минутах. Опасно. Я пытался как минимум подкать и отыграть. Но здесь не точно удар и все. Минимальная домашняя победа над лицем. Пока что все у нас хорошо. Последняя потеря вот очков. Это естественно была вот против Челси только. Ну. Там за собой мы просто сейчас пытаемся застолбить место в Еврокубках. Как минимум вот в Лиге Европы. Ну хотелось бы конечно с Лиги Конференции начать. Там бы точно мало дня капкатывали. С легкостью бы там в плей-офф бы я надеюсь выиграли бы. Ну а пока что. А у нас вот. Уже и жеребьевка четверть финала прошла. Кубка Англии мы играем против Астон Виллы. Сити с Тоттенхэмом как я и просил. Поэтому вообще замечательно. Если мы пойдем Астон Виллу я буду надеяться то что ну не на Сити мы попадемся. С тем же Манчестером я не знаю. Как мы встречались не помню уже. Поэтому пока что. Пока что. Будем готовиться к игре с Астон Вилл. А здесь по Гловеру. Пришло предложение из Турции. Поэтому поручить просто аренда на сезон. И вот он уйдет от нас летом. Попробуем как минимум. Это все дело провернуть. Ну что же мы договорились. По поводу аренды. Сейчас быстренько договоримся по поводу распределения зарплаты. Надеюсь там 60 на 40 они сразу автоматически поставят. Нет они в нашу кстати пользуются. Делают акцент нет. Мы в вашу. Вот прям как-то. Ладно 50 на 50. А это кстати. Показал сейчас или это все таки он. Игрок Дорнадской Баруси. Бывший уже. Шахин. Вроде так его звали. Центральный полузыщедник. Там я не помню. Мадридский Реал вроде еще играл. Вот. Ну вот как-то я слышал. Что он стал тренером в Турции. Но вот не ожидал что именно этой команды. Так ну снова первым составом мы будем выходить. Пойдем на пресс-конференцию. Посвященную четвертьфиналу Кубка Англии. Так играют на равном уровне. Как вы планируете подготовиться к матчу? У нас одна из лучших команд. Обычно нам нельзя. Услабляться нам нельзя. Вот так вот будем. Отвечать с учетом недавней победы с минимальным счетом над клубом Лидс. Что игроки думают по поводу матча с клубом Астанвилла? Наша тактика действительно доказала себя. Что тут еще можно ответить? Ваша команда показывает довольно нестабильные результаты. Почему нестабильные-то? Я вот не понимаю. Мы проигрываем лидерам. Выигрываем слабых команд. Это разве нестабильные результаты? Мне кажется это нормальные результаты. Вот. Так. Снова основой. Снова. Выйдем мы основой. Вот 1-1. Мы с ними сыграли в чемпионате. Вот теперь играем на Виллапарк. Надо постараться обыграть. Поехали. Итак. Виллапарк. Шестой раунд. Четвертьфинал Кубка Англии. Астанвилла. Против Эвертона. Ну что же. Две команды, на которые уж точно мало кто ставит то, что они в принципе выиграют в этом турнире. Вот так вот далеко зашли до четвертьфинала. Кому-то ведет с жеребьевкой пар. Кто-то просто показывает овер-перформанс в этом сезоне. Ну вот посмотрим, как сыграет Эвертон на выезде и забивает сразу же Киен. Ну как сразу же. Наша просто первая атака в матче. В 23 минута Эвертон выходит вперед благодаря голу со стандарта шикарная подача Таунсэнда на нашего защитника Кина. И вот так вот 1-0. Это уже 37 минута. Очередной стандарт. Попробуем найти партнера Таунсэнд. Да, ну если бы был дубль, это было бы вообще бы шикарно. Так, не знаю, сейчас скажут, вы вышли за зону там какую-нибудь, но все равно неточный пас. Так, а вот пенальти. Вот опять же пенальти. Но он бил сначала влево, а потом вправо. Я не знаю сейчас, куда он будет бить. В этом матче, мне кажется, что вправо. Нет, ну он опять влево. И снова волон с пенальти. Так, замечательный штрафной. 50 километров до ворот. Нету близко тут даже нашего игрока. Вот так вот подозвали. Отлично, Джастин. Так, неплохой был навес сейчас, конечно. Ну и замечательно. Так, угловой успеют. Ну нет, даже нам не засчитают этот угловой, конечно. У нас контратака зато. На последних минутах основного времени. И там либо сразу пенки вроде будут. Там нету допов. Если я ничего не путаю. Марсиаль. Через миколинку. И подача на дальнюю. Ну вот как же отлично можно было. Конечно, здесь что-то показать. Но нет. В итоге ничья и серия пенальти. Серия пенальти, скорее всего, вроде как должна быть. Так, это нам... Ну, кстати, нет. 120 минут нам показали. Поехали. Поехали играть серию пенальти. Я ничего менять не буду. То есть, пусть как стоит, так стоит. Ну что же, Воланд. Сейчас справа. Нет, он снова влево. Хорошо. Отлично. 1-1. Я здесь немножечко лучше помолчу. Каутиньо. Ох, какой у него разбег. Отлично. И Пикфорд парирует его удар. Таунсенд. Отлично. Так, ну пока что вышли вперед. Эмориджан. Нет. Пробил вправо. А я именно в этот момент решил вдруг какого-то прыгнуть в другой угол. Отлично. В самую девятку. 3-2. Буэнди. Супер. Пикфорд выручает. И теперь Грей решит исход этого матча. Надо просто забить. Нет. Ольсен потащил именно этот удар. Но теперь все зависит от Пикфорда. Спасает. И нет. А вот и не спас. Но вот здесь сейчас. Забивает Ивоби. И забивает. А штанги получилось все-таки у Ивоби забить. И мы выходим в полуфинал Кубка Англии. Он здесь просто на грани там Ольсен буквально потащил. Угадал. Все там. И силу удара. И траекторию мяча. Но вот. От штанги. Прямо в притирку со штангой. Пробил. И Воби. И вывел Эвертон в полуфинал Кубка Англии. Надеюсь, что только не кто-то нам из пары Сити и Тоттенхэм попадется. Вот просто надеюсь. Так. Кто лучший игрок по матчу? Ну, Кин. 8-9 у него оценка. Сити. Прошли Тоттенхэм. Брэндфорд прошел Брайтон. А вот Карди в Слутонном еще пока что не сыграли. Но в любом случае мы чуть попозже узнаем нашего соперника. Так. Ну, я так понимаю, мы уже сейчас узнаем нашего соперника. Матчи здесь у нас некоторые перенесли. 420 уже тысяч мы получили за этот матч. Так. Так. К календарю мы сразу перейдем. Только не Сити. Вот, пожалуйста. Ну, а мы играем, естественно, с Манчестер Сити. Это вроде... Нет. Я думал, двойной матч будет. Но мы сразу играем на Уэмбли. Вот. Полуфинал Кубка Англии. На нейтральном стадионе. И все пройдет в один матч. Пока что как-то вот так. Так. Лукас Гловер наш в итоге все согласовал. Контракт. В принципе, ну, никакой контакт. Просто, что ему понравился такой вот исход событий на следующий сезон. Понимает, что вряд ли он у нас получит практику игровую. Поэтому согласился перейти на сезон в Турцию. Кто-то идет туда доигрывать, но... А кто-то, наоборот, ради практики игровой в таком вот столь юном, там ему сколько, 17 лет. Ну, как минимум, будет играть. Так, ну и Марсиаль уже за этот сезон прибавил плюс 3 к рейтингу. Нам написали, что у него хороший там план развития. Поэтому давайте посмотрим, может быть, стоит поменять. 60 есть недель. Да. Давайте вот это вот выберем. Разностороннего нападающего, чтобы у него слабая нога там. Хоть у него и стоит, что не будет она прокачиваться. Но посмотрим. Вдруг получится. Ну что же, мы на шестом месте. Тут и Арсенал уже два матча каких-то лишних отыграл, наверное, за то, что мы отстаем по расписанию закупка Англии. Но выиграв сейчас Бормут на выезде, мы обойдем Ливерпуль. Это было бы интересно. Но я бы, в принципе, хотел бы занять место Арсенала сейчас. Но, блин, 10 очков разница у нас с ними. У нас еще и два матча в запасе. Поэтому я вот не знаю. Это невозможно, мне кажется, уже никак будет. Поэтому, скорее всего, Эвертон уже точно там сыграет в Лиге Конференции. Если вот будет так же продолжать играть, как и сейчас. Вот. Мы играем вторым составом, естественно, против Бормута. Потому что, ну, все-таки, 19-я строчка у них. Составы на ваших кранах. Поехали. Итак, Бормут против Эвертона. Виталити Стадиум. Ну, посмотрим. В любом случае, такие матчи плюс для нас будут играть игроки из второго состава. Тут еще и пенальти сразу на четвертой минуте. Посмотрим. Вот как матч начнешь, так его и проведешь. Кальверт Люин. Отлично. Развел вратаря и мяч. И открывает счет. В этой встрече 1-0. Посмотрим. Не только на Кальверт Люин, я надеюсь, на молодых игроков. В принципе. Где им еще получать все-таки игровую практику? Если не у нас, то в аренде. Ну, а в аренде мы в любом случае не посмотрим, как они будут выступать. Так, Станислас. По флангу. Хороший пас. Брукс. Сам решился на удар. Кстати, я бегаю еще, да. Поставил я, что-то это не заметил. Ну, пусть отыграет. Все-таки 19-я строчка против нас. Так, а вот и семерка Эвертона. Хави Симмонс. Здесь Ивоби. И потеря мяча. Так, у нас там уже второй тайм. 65-я минута. Гордон. На подаче. Посмотрим. Ну, здесь Кальверт Люин может. Почти получилось. Так, Амара, кстати, на мяче. Ну, такой. Такой, конечно, себе момент. И все. Минимальная победа. У Беговича, кстати, сухая игра в АПЛ. Я случайно его оставил. Не поменял. С Пикфорда, но в любом случае, ребята, молодцы. Единственный гол это пенальти в начале матча. Так, у нас появился еще один игрок. Вот смотрите, есть их даже целых два. В Молодежной Академии один это Хук Гейл. Почти как Гаррет Бейл, но не суть. У него потенциал, смотрите, разброс в 20 единиц. От 71 до 91. Вот. А вот Уильям Браун, у него разброс всего лишь в 12. То есть у него точно уже потенциал будет выше 80. Вот его бы я бы сразу бы, конечно, забрал. Вот. И поищем ему варианты с арендой. Как минимум на следующий сезон. Ну, немного будем прокачивать Академию Эвертона еще. Так, Браун у нас, кстати, единственный игрок из Академии на левый фланг. Вот. Поэтому, ну, у нас очень много в любом случае игроков на левый фланг. Но то, что он игрок из Академии, это уже плюс нам. Поэтому его мы точно там никуда сильно продавать пока что не будем. Как минимум это аренды. Вот. Но наших невоспитанников. Они сейчас, естественно, проверять никого там не будут. Вдруг там кто-то есть уже из воспитанников. Ну, таких вот именно Рейгенов мы будем оставлять. А настоящих игроков, которые нам, естественно, будут не нужны, будем продавать. У нас сейчас игра против Фулхэма. Тоже сыграем вторым составом. И не знаю. Но все-таки снова мы обошли Ливерпуль. На два очка мы сейчас в зоне Лиги Чемпионов. Я рискну, может быть, где-то. Выпущу также второй состав. И выйдет снова, кстати, Бегович. Вот. Состав Фулхэма на ваших экранах. Поехали. Ну что же. Эвертон Фулхэм. Снова мы дома. На Гудисон парк. Посмотрим. Неплохую игру против Борнуто провел Бегович. Поэтому пусть он отыграет. Тем более я сейчас не боюсь потерять очки. В любом случае поиграет Бегович. Вот. То есть ему же тоже надо практику хоть какую-то давать. А что это такое? Он у нас только зарплату, что ли, будет получать и тренироваться? Нет. Пусть поиграет. Посмотрим. А то потом будут писать, что вот. Ты загубил карьеру Беговича. Который просто хотел спокойно доиграть свою карьеру. Какая шикарная передача. Но не, был серьезно. Ладно. Вот в первом тайме два момента у Фулхэма. Один у нас. Пока что на Табо 0-0 в любом случае. Так, ну мы ждем. Здесь еще и Джеймс. Из Эмю, который. Опасно. Здесь Мбабу. Подать он здесь Бегович, конечно, спокойно. Мяч точно в руки. И снова Фулхэм атакует. В начале второго тайма. Конкунку. Здесь вот такая вот. Передача на вынос пошла. И Гордон. Посмотрим. Вообще не знаю, что здесь делать. Вот так вот только давайте пробовать. Гордон. Оттеснил здесь нам Бабу. Момент у нас потерян. И снова очередной момент у Фулхэма. Так, Соломон. Здесь Уилсон. Ох, а здесь Венисиус. Аккуратненько. Ух, ну аккуратный Бегович. Как же шикарно он отыграл. Наш-то будет в какой-то момент. 79-ая минута. Просто атака. Ну вот даже нули. Меня уже порадует. Все-таки играем-то вторым ставом. Симмонс отлично, кстати. Прям мяч к нему примагнитился. Хави Симмонс. А может быть дебютный гол? Нет. Тут с левой ноги неудобно так пробил. Ничья 0-0. К сожалению, не порадовали мы болельщиков забитыми мячами. Но очередная сухая игра от Беговича. Будет там отличный момент, когда вот он спас. И действительно его заслуга. Так, ну и вот он день Икс на самом-то деле. 31-й тур. АПЛ. У нас начало апреля. Ливерпульское дерби. Ливерпуль против Эвертона. Пятая строчка, на секундочку, против четвертой. В случае победы. Ливерпуль нас естественно обходит. В случае победы нашей мы хорошо оторвемся от Ливерпуля. И уже в первом же сезоне Уэйн Руни может обойти Ливерпуль в турнирной таблице. Но это вызовет естественный резонанс. Мы идем на пресс-конференцию. Так что Руни против Клопа. Так, в хорошей форме. У нас Калверт Льюин. По тут концу и ваша команда еще держится в верхней части таблицы. Сможет сохранить свое положение. Сохраняем мы концентрацию. Так, прошлый матч с этим соперником дал два. Закончил, спасибо, что нам напомнили. Нужно сосредоточиться на обороне. Конечно, все-таки два мяча возле Ливерпуля это очень много. Но и им тоже бы стоило сконцентрироваться на оборонительных моментах. Потому что два мяча от Эвертона пропустить, это, конечно, тоже такой себе момент. А у них Пьетковский, какой-то новый игрок. Мюллер, тоже новый у них игрок. И все, а у нас в старте все старенькие. Вот. Поэтому Энфилд, Ливерпуль против Эвертона, поехали. Ну что же, этот матч и станет, наверное, каким-то ключевым в Ливерпуле. Именно в городе Ливерпуль против Эвертона. На данный момент гости опережают хозяев турнировой таблицы. Такого вообще не должно было быть. Вот. Перед началом сезона вряд ли кто-то на такое рассчитывал. Но приходит Уэй на руни. Подписание того же Марсиаля многое решило в плане результатов Эвертона в английской премьер-лиге. И пока что страсти накаляются. Моменты возникают у обеих команд. Это Грей. Быстро мяч отобрали. Вот он, сольный проход. Ну, нет. Сейчас будет с мячом. Там Джастин. Я надеюсь, что получится. Так, ну, здесь Пикфорд шикарен. Но Дарвин, ну, не с мячом. Все, здесь мы уже вынесли. Так, угловой. Пока что, ну, где-то я даже молчать, наверное, моментами буду. Потому что, ну, лучше вот сконцентрироваться где-то. Не пропустить. Так. И контратака уже во втором тайме со стороны Ливерпуля. Чакуеза у них, кстати, еще перешел. Ух, а вот это и момент. Пикфорд. Нет. Ну, только не так. Только не так. Вот это вот очень обидно, когда уже и за Пикфорда все сделал, и защитником как-то вот пролетел. И в итоге 1-0. Ну, вот он и наш момент. Тут очень много игроков впереди у нас. И впереди лишь один защитник. Можно. Можно постараться что-то сделать. Грей, например. Грей. Отлично. 1-1. Сразу же. Фух. Где-то выдохнули. И снова. Снова ничья. В этом матче. 2-2 было в прошлом. 1-1 сейчас. Но вот посмотрим. Время-то еще есть. В матче мы проводим контратаку 30 минут до конца. Уже более-менее понимаешь, что можно сделать в этой атаке. Пожалуйста, только бы зацепились. Не было, не было офсайда, я надеюсь, был. Миколенко был. Офсайд. Атака Ливерпуля. Вот представляете, если бы не пропустили. В том моменте могли сейчас 1-0 вести. Так, ну и вот. Ох, Пикфорд. Тоже не зря за него сейчас вышел так вперед. Контратака Ливерпуля. Снова Чукуезе. Так, дальний удар. Пикфорд замечательно. Все. В итоге в этом сезоне Ливерпуль не смог ни разу обыграть Эвертон. Ну и Эвертон не потерял очки. Вот. В матчах с Ливерпулем. То есть, постоянно же там, скорее всего, Ливерпуль доминирует над Эвертоном. Но в этом году получилось противостоять Юргену к попу и компании. Ну вот это ничья нам тоже о многом говорит. Сейчас у нас сохраняется все так же отрыв в 2 очка. Поэтому постараемся обогнать Ливерпуль в турнирной таблице. Так, предложение по Уильяму Брауну. Каса Пия. Не знаю, что это за клуб такой и откуда он. Но вот с правым выкупом хотят его забрать. Мы без правого выкупа только отдаем в аренду. Поэтому сейчас будем ждать, когда договорятся. Ну что же. Играем против Кристал Пелоса. Дома. Они на 12 месте. Сыграем, естественно, вторым составом. Там, скорее всего, даже 2 матча подряд мы сыграем вторым составом. Не знаю, стоит ли сейчас нам рисковать и Беговича выпускать. Вот. Поэтому я как-то вот не хочу на самом деле. Поэтому давайте уже лучше Пикфорд. Пикфорд выйдет. Составы в наших кранах. Поехали. Итак, Гудисон парк. Эвертон против Кристал Пелоса. Английская премьер лига. Небольшой резонанс. Как происходит в АПЛ. Особенно мы видим форму Эвертона. В прошлом сезоне они вообще могли вылететь в чемпионшип. А в этом могут попасть в Лигу чемпионов. Еще ничего не ясно, конечно. Идут хоть и в зоне Лиги Европы. Но это в любом случае большой шаг в истории Эвертона. Эвертона вот так вот за сезон из аутсайдера Лиги попадают в Еврокубки. Ну и опять же пенальти. Здесь уже Вилфрид за АА. Ну посмотрим. Пока что очень много влево бьют. И снова забивают влево. Я постоянно почему-то вправо прыгаю. Может поэтому игроки-то и смотрят. Матчи Эвертона и видят куда Пикверт постоянно прыгает. Поэтому бьют влево. Так, и в обе. Кальвер Клювин проходит. Здесь уже Гуехи. Мяч отобрал. Ну вот сольный проход от Кристал Пелоса. Опасно. Ну что там, пенальти? Серьезно? Вроде я за штрафной. Отбирал мяч. Ну в итоге еще одно пенальти. И тоже влево. Ну дубль от АА. Ну вот у нас сольный проход. Ну здесь это скорее всего точно будет поражение. Вот и выпустили Пикфорда. Два пенальти назначили. В которых он в принципе, ну... Что мог он там поделать? Даже здесь не забиваем. А вот так. А вот так получается. Хави Симмонс забивает свой дебютный гол в АПЛ. Вот таким классным ударом, парашютом. Ну и все. Не хватает этого в любом случае, чтобы победить. Но минимальное домашнее поражение от Кристал Пелоса. Обидно. Ну что же. Ливерпуль нас обошел. Тоттенхэм. Он вроде нас и так обходил. То есть вот. Ливерпуль там в зону Лиги Чемпионов поднялся. У нас хорошее преимущество. В принципе здесь 8 очков над Вестхэмом, над Арсеналом. Но в любом случае терять такой задел не хочется. Играем мы против Улверхэмптона. Они на 14 строчки. Выйдем также вторым составом. Но снова же выйдет Пикфорд. Много игроков конечно у нас уставших. Но я ничего не сделаю. Потому что у нас следующая игра против Манчестер Сити. В полуфинале Кубка Англии. Поэтому будем как-то бороться с этим. Ну что же Эвертон против Улверхэмптона. В последний раз здесь проиграл Эвертон. В последнем своем матче. Матче против Кристал Пелоса. Обидно. Действительно обидно. Но поражения когда-то должны случаться. Уже лучше сейчас, нежели чем потом. В какой-нибудь финальной прям действительно стадии. Нам только эта победа принесла одно. Обошел Ливерпуль в турнирной таблице. И все. Так, ну здесь. После углового мяча под нашим контролем. И. А Симонс-то. А Симонс-то раззабивался. Он и Кристал Пелосу забил. И сейчас ворота Улверхэмптона на первых минутах забивает. Кому-то он решил позвонить. Чтобы его обратно вернули там в Барселону. Либо в ПСЖ. Вот. Вот он вопрос. Главный. Парень поверил в себя. Забив два мяча в АПЛ. Так, ну а здесь спокойно. Амара сразу на перехвате. Так, второй тайм. И контр-атак со стороны Улверхэмптона. Так, Невеш. Здесь спокойно. Сразу приняли мяч. Марсиаль. Здесь уже Марсиале выпустили. Поэтому надо постараться пройти. Защитника. Ух, какая передача. Это Симмонс вроде да отдавал. И Вобби забивает. 2-0. Эвертон переигрывает дома Улверхэмптон. За 10 минут до конца забивает еще один мяч. И вот еще очередная наша атака. Я не знаю. Но здесь, кстати, сейчас если мяч прилетит, можно в касание пробить. Ну, вот так хотя бы. Что? Финальный свисток? Нет. У Улверхэмптона угловой. Посмотрим. Потому что даже иголкипер пришел вратарскую. И забивает, кстати, Родриго Бекао. Вроде тот самый Бекао, который за ЦСКА выступал. И все. Финальный свисток. Минимальная домашняя победа. Эвертона над Улверхэмптоном. Итак, один из ключевых матчей. У нас практически сегодня все ключевые матчи сезона. Это Сити. Матчить, встретите против Эвертона. Полуфинал Кубка Англии. Вот такого соперника мы ожидали. Знаете, там в финале, если бы вышли. Но вот Сити попались нам в полуфинале. И если пройдем в Сити, там уже будет намного полегче в финале. Соперников там особо серьезных нет. Так, готовы ли игроки к матчу, мои парни? Не знаю, надавайте менталитет игроков в часть стратегии. Как справлять с усталостью игроков? Усталось не место на таком уровне. Вот так вот. Выразимся здесь Руни. Очень много, конечно, матчей. За Манчестер Юнайтед провел против Сити. Другое у него уже дерби здесь. Манчестерская. Ну вот вы видите состав Сити. Педри только здесь я вижу из таких вот новичков. И все. Поэтому посмотрим. Манчестер Сити против Эвертона. Полуфинал Кубка Англии. У Эмбли. Поехали. Ну что же. Кто мог подумать, что до такой стадии в начале сезона дойдет Эвертон. Полуфинал Кубка Англии. Уже значимое событие. Уэйн Руни против Хасепа Гвардиолы. Интересно. На самом деле интересно. А вдруг получится. А вдруг получится. И у нас первая же возможность навесить. На четвертой минуте. Ну посмотрим. Я не знаю сейчас. Ну замечательно. Выход за пределы зоны. И нам игра говорит. Айди-ка снова попробуй. Контратака. На одиннадцатой минуте. Так. Здесь не получилось. И теперь Манчестер Сити. В своей уже атаке. Ну вот. Сейчас могут нас наказать. Потому что не получилось реализовать. Свои у нас моменты. В начале матча. Так. Ну такой. Слабенький удар у Грилиша. А здесь уже второй тайм. 48 минута. Ух там Холланд так как открыт. Да. Спокойно. Грилиш. Пасцентр. И это еще хуже. Это Дебрюйн и Нот Пикфорд. Отлично. А так и. Наш момент. Контратака. Девис. Девис. Марсиаль здесь отлично. Таунсенда. Отыграл. Отыграл. А вот можно подгрузить конечно. Еще и на подборе первым. Отыграть. Миколенко. И не точный пас и контратак со стороны Манчестер Сити. У нас очень там мало игроков в защите. Дебрюйне. На Грилиша. Здесь справляемся слава богу. Кин. Так. И контратака с нашей стороны. Последние 10 минут. Но здесь вроде так же. Без дополнительного времени. Сразу пенки. Как Гуе. Не было. Не было офсайда. Миколенко. Учит. Здесь подачу выполнить не получилось. И. Атакует Манчестер Сити в концовке матча. Это не контратака. Это просто их. Атака. Но вот. Главное выдержать. Все спокойно. Пенальти. Снова пенальти, друзья. Снова пенальти. Я надеюсь, по крайней мере, что будут пенальти. Да. Здесь все так же. Поэтому посмотрим. Посмотрим. Может быть получится. Дебрюйне. Нет. Ну снова влево. Марсиаль против Эдерсона. Угадал Эдерсон. Отлично. Угадал Пикфорд. Супер. 1-1. Третий удар. Холланд. Отлично. Пикфорд. Теперь. Грею нужно забить. Супер. 2-1. Так. Филлипс. Забивает. Вот Коди, наш капитан. Забивает. Рядом с Эдерсоном мяч пролетает. И вот сейчас, если Пикфорд выручает. Нет. Пока что не получилось. Педри забил. И все. Внимание на Идриса. Гуе. Надо забивать. И Эдерсон выручает. Теперь до промаха. Натан Аки. Натан Аки. Пикфорд. Парирует. И теперь Тарковский может все решить. И снова Эдерсон. Жоак Анцело. Нет. Жоак Анцело забивает. И теперь нет шанса у Эвертона промахнуться. Дэвис. Отлично. 4-4. Снова до промаха. К мячу уже подходит Эдерсон. Внимание. Отлично. Пикфорд. К мячу подходит Кин. И снова выручает. Вот тогда Рубен Диэш. Снова. Снова парирует Пикфорд. И вот Пикфорд сейчас может все решить. И забивает Пикфорд. Все. Эвертон в финале Кубка Англии. В полуфинале. И в четверть финале Эвертон прошли своих соперников по пенальти. И вот Пикфорд все и решил. Очень много было сегодня спасения от Пикфорда и от Эдерсона. Но вот Эдерсон не забил в своей пенальти. А вот у Пикфорда получилось. Отлично здесь разложил. И Уэйн Руни. Вместе с Эвертоном. Выходит в финал Кубка Англии. Действительно мы можем его выиграть. Теперь это уже точно можно так и заявлять. Потому что там соперников серьезных нет. Ну вот так. Действительно кто не ожидал. Говорится хейтеры где вы? Ну вот. Получилось как получилось. Лучшим игроком я не знаю кто здесь признан. Либо Коуди, либо Эдерсон. И Жоакан Цилл с такой же оценкой 7.5. Так. Ну а в финале мы сыграем кстати против Брэнфорда. Я не помню то ли они в АПЛ сейчас. То ли в чемпионшипе. Поэтому в любом случае этого соперника мы должны проходить. И победа в Кубке Англии нам сразу дает право выступления в Лиге Европы. Это факт. Значит седьмое место это тоже. Попадание в Лигу Европы. Значит Остан Вилла там попадет в Лигу Европы. А Уэст Хэм в Лигу Конференций. Потому что ну там расположение команд немного по другому будет выглядеть. Так. Миллион пятьдесят мы получили за выход в финал. Так. И Уильям Браун уйдет в Касапия. В следующем сезоне в аренду на один сезон. Так. Ну сейчас снова у нас момент Икс. В случае победы Эвертона над Ньюкаслом. Мы сможем обойти Ливерпуль. Поэтому естественно выходим. Я там кстати не знаю с кем мы дальше играем. Не видно пока что. Но ладно. Там в любом случае если что отдохнуть. Сыграем первым составом против Ньюкасла. Хочу все таки обойти Ливерпуль в турнирной таблице по окончанию сезона. Ньюкасл против Эвертона. Поехали. Итак. Сейд Джеймс Парк. Ньюкасл против Эвертона. Английская премьер лига. И сейчас Ньюкасл встречается против финалиста Кубка Англии этого сезона. Эвертон сенсационно обыграл Манчестер Сити по серии пенальти в полуфинале. И будет играть против Брэндфорда в финале Кубка Англии. Вот так вот. Начинает свой тренерский путь в английской премьер лиге Уэйн Руни. И может начать его прямиком с Трофея в первом же сезоне. Здесь опасный момент Альмирон. И вот он наш момент во втором тайме. С мячом Грей. Передача на Кальверта Львина. Но надо. Надо здесь реализовывать. Получится или нет? Нет. Здесь все-таки Пауп неплохо отыграл. И у нас угловой. Грей. Тут прям, я думаю, что воротарь выйдет. Тоже неплохо так крутил, вертел. Подать не получилось. Ну вот очередная наша атака. Хотелось бы реально вот сейчас забить. Потому что победа нам это нужна. Ну вот не получается пока что вообще за мяч зацепиться. И ничья 0-0. И не обходим мы Ливерпуль. К сожалению. Так. Ну вот еще один игрок. Херли Вят. Наверное так. Вот. Ему 18 лет. Рейтинг 60. Потенциал 85-91. Здесь уже потенциал самый приблизительный. То есть это плюс-минус 6 к рейтингу. Так же как и вот Рори Моррис. Но у него пока что рейтинг не для нашего состава. То есть не выше 60. Ну вот Хьюг Гейл. Пока что я не знаю. Стоит ли его подписывать. Ну подпишем мы его. Но у него снова еще же вот потенциал тут разбросов 17. Поэтому пока что мы ждем. Ну что же. Вот такая у нас сейчас ситуация. В АПЛ на одно очко мы отстаем от Ливерпуля. Который кстати все равно не попадает в Ливу чемпионов. Мы сейчас играем на выезде против Брайтона. 17 строчка. Сыграем вторым составом с Пикфордом на воротах. Составы в наших экранах. Поехали. Ну что же. The Amix Stadium. Брайтон против Эвертона. Начинаем. Итак. Кто же начнет. Ну естественно Брайтон. В любом случае нам кстати показывали что Пикфорд. Один из ключевых игроков в принципе. Английская премьер лиги. Он сейчас лидер по сухим матчам. Меня это естественно радует. То есть хоть какую-то еще и награду может получить личную игрок команды. Это супер. Интересно вообще попадет ли кто-нибудь в символическую сборную. Это там какие-то только за топовые свершения. Либо там за топовую оценку. Чаще всего там попадают. Митома. Так ну вот опасный штрафной. И не попадает. И здесь все замечательно. Еремина подстраховала. Вот и сольный проход. Там справа забегает кто-то. Я не знаю забежит или нет. Отлично его обе надо здесь решать. Супер. 1-0. Эвертон выходит вперед в выездной встрече против Брайтона. Вот и есть конечно такие у нас персоны. Персонажи. Брайтона кстати удаление. Я не знаю когда оно произошло. Которые могут решать. Они и решают. Интересно будет сегодня посмотреть по итогу сезона. Кто сколько там забил. По средней в принципе оценки. Так и угловой. Гордон. У мяча тоже. Молодой игрок. За которым интересно было последить. Даже вот после ухода Макнейла в Милан. Гордон вот взял на себя роль. Ну точно не основного вингера. Левого в команде. Но вот второго в любом случае практику он получает. А вот Калер Клюин забивает с его голевой. Сейчас 2-0 счет. 60-я минута. Еще и атака Эвертона. Так, а она, она. Вот не получилось. Я по схеме видел, что есть там свободные игроки. Но вот перехватили к сожалению подачу. Вот снова Гордон. Посмотрим. Получится или нет. Получится или нет. Ну здесь, я думаю, вратарь-то должен выходить. Но нет. Санчес выручил. Но удар тоже был очень даже хороший. 79-я минута. Митома против Еремины. Пас уже сразу в центр. Хорта. Так, до Кунья. Ну здесь спокойно Амара отыграл. И последняя, надеюсь, в принципе, атака в этом матче. Потому что ну куда здесь уже откладывать. Замечательно. Кунку. Через Гордона. Вот не получилось, к сожалению. И атака-то это не последняя. Ровно, я не знаю, сколько там секунд прошло. И уже Брайтон в атаке. Митома. Лалана. Сам решился на удар, но не забил. Все, финальный звездок. Уверенная выездная победа Эвертона над Брайтоном. Посмотрим, что сейчас там будет по очкам в турнирной таблице. Надеемся на то, что Ливерпуль потерял очки. В общем, посмотрим. Нет, Ливерпуль там вообще разнес Бормут. 5-0. Поэтому как-то так. Сейчас у нас игра в 36-м туре английской премьер-лиги против Вестхэма. Мы идем на 6-й строчке. Они на 9-й. У нас минимальное отставание до Ливерпуля. Но зато лидерство в 10 очков над 7-м местом в случае победы еще больше будет это лидерство. Но будем играть против Вестхэма вторым составом. Потому что у нас следующая игра это финал Кубка Англии. Так, вышел заказочный, но вы проиграли 2-1. Значит, у нас надо вот реванш брать. Ответим так. Так, мы держим в себе в части таблицы. Мы справимся с давлением. Ответим. Команда великолепно играла. Ответим так. Так, составы на ваших кранах. Поехали. АПЛ. Мы в Лондоне. Вестхэм против Эвертона. Ну, посмотрим, получится ли у нас взять реванш за прошлый матч с этой командой. 2-1. Нам сказали на пресс-конференции. Закончилась прошлая встреча. Но для нас это, в принципе, репетиция. Генеральная репетиция перед финалом Кубка Англии. Мы играем против Брэндфорда. Соперник, конечно, пошла бее, нежели чем Вестхэм. Но все же. Более-менее какие-то связи. Можно сейчас именно постараться наиграть. Но играем все равно мы не тем составом, которым будем играть в финале. Поэтому сейчас где-то улучшить игру в обороне мы можем, конечно. Потому что будет контролировать игру именно эту Вестхэм. Потому что у них много игроков ключевых на поле. А у нас эти ключевые игроки отдыхают. Набираются сил перед финалом Кубка Англии. Так, Райс. Новый Райс с мячом. А здесь и Тирнии. Ух, какая передача здесь, а. И Пикфорд справляет, слава богу. Так, вот он наш сольный проход в начале. А, не наш. Замечательно. Я-то уж подумал, что наш, но нет. С Камака с мячом. И отлично. Пикфорд здесь. В момент, когда начали... Вот, С Камака начал бить вот этим тайм-финишингом. Я решил на него немножко выдвинуться. И не зря. Так, Хави. Симманс. Через Ивоби. Ух, какая передача. И здесь, ну, надо забивать. Забивает Гордона. Отлично. Буквально наш там первый момент в этом матче. И мы забиваем. И забивает Гордон. Которого я уже сегодня не раз выделял. И вот очередная наша атака. Скорее всего, просто игроки Вестхэма. Либо подустали, либо у них тактика такая. Немножечко отдать владение Эвертону. Потому что у нас одна за другой. Атака проходит сейчас. Вот он. Отличный какой заброс. Ну, Кунку успеет или нет? Успевает. Ух, какая подача-то. Здесь Кальвертлюин. Ибо пробить сейчас. Ариаля выручает. Ну, вот последняя атака, скорее всего, в принципе, в матче. Уэстхэм атакует. Деклан Райс. Через Сусо. Акита. А вот здесь вот очень опасно Скамака. И все-таки забивает в концовке. Уэстхэм сравнивает счет. И все. Финальный свисток. Ничья. 1-1. Друзья. А вот и событие. Сборная Англии предлагает стать главным тренером Уэйну Руссу. Ну, это замечательное событие. Мы, естественно, соглашаемся. Потому что, ну, логика в этом определенная. И, конечно же, есть. Уэйн Руни сам поиграл за сборную Англии. Классные голы забивал. И вот теперь успешный такой первый свой только полноценный такой сезон даже не провел. Но уже какие-то проблески виднеются. Вывел Эвертон в финал Кубка Англии. Сейчас постараюсь его выиграть. И его назначили на пост главного тренера сборной Англии. Так, сходим мы пока что на пресс-конференцию. Впереди финальный матч. Так. Мы много работали, чтобы дойти до финала. Равные по силам команды. Так, ну, нельзя недооценивать клуб Брэнфорд. Ну и снова про нашу нестабильность. Здесь говорят. Ну что же, вот он наш стартовый состав. Состав Брэнфорда на ваших экранах. У них анкетия из Арсенала. У них Илла Раменди. Но я больше не знаю, кого еще выделить. В принципе, остальные это все те же самые игроки. Поэтому финал Кубка Англии. Поехали. Финал Кубка Англии. Мы на Уэмбли. Эвертон против Брэнфорда. И Уэйн Руни в статусе главного тренера Эвертона. Еще и принял сборную Англии в правление. Посмотрим. Посмотрим, что из этого выйдет. И в принципе, логично будет на самом деле уже эту эпоху, в которой вот Эвертон вышел в финал Кубка Англии. Это значительное, конечно, знаменательное событие для этого клуба. При Уэйне Руни перейти в следующем сезоне в Манчестер Юнайтед. Но жду ваши, конечно, комментарии по этому поводу, стоит или нет. Но я бы все-таки свое слово бы тоже дал по этому поводу. Остался бы еще на сезон в Эвертоне. Все-таки там будут Еврокубки. Мы посмотрим. Может быть, получится что-нибудь у Эвертона в Лиге Европы. А пока что у нас Брэндфорд в атаке. Ну, здесь отлично Тарковский справляется. Вот меня очень даже удивило, почему у Брэндфорда это был первый момент в матче. Тем более, такой сразу опасный. Так, Таунцент. На подаче. Здесь уже мяч потеряли. Так. Здесь уже быстро второй тайм у нас начинается. И угловой от Брэндфорда. Внимание. Подача. Спокойно. Пикфорд молодец. Так, а вот и наш сольный проход. Но здесь надо постараться за Марсиалей убежать. Ух, как отлично-то Марсиаль прошел. Ну, вот не получилось немного. Мяч под своим контролем оставить. Угловой у нас сейчас. 72-ая минута. Таунцент подает. Кин. Забивает Кин. В финале Кубка Англии. Замечательно. 72-ая минута. Кин вроде как забивает уже второй гол в Кубке Англии. До этого он вроде ворота Дерби. Каунти забивал. Сейчас не припомню. А в итоге. Отлично. Выходит Эвертон вперед в финале Кубка Англии. Штрафной стороны Брэндфорда. Здесь спокойно. Кин здесь снова, кстати, выиграл головой. Пикфорд мяч забирает. И все. Эвертон выигрывает Кубок Англии. Друзья. Вот так вот. Уэйн Руни в первый же сезон с топовой командой. Но вроде как Руни-то только вот Дерби Каунти тренировал. Ну и тренирует до сих пор. Поэтому для него это очень значимый, естественно, трофей. Самый старейший, наверное, трофей в принципе в истории футбола. Вот Уэйн Руни становится обладателем Кубка Англии на посту главного тренера Эвертона. Ну, просто замечательно. Так. А я, кстати, посмотрел. Оказывается-то за Дерби Каунти он был в тренерском штабе. Один год с 19 по 20. В 20 по 21 год был исполняющим обязанности. В 22 году он ушел из Дерби Каунти и вернулся в DC United, где также был игроком. То есть он закончил свою игровую карьеру в Дерби Каунти. Стал там главным тренером. И потом в обратную сторону у него все пошло. DC United. Теперь у нас здесь Эвертон. И, может быть, действительно станет игроком Манчестер. Ну, не игроком, главным тренером. В общем, главным тренером МЮ. В котором вот он пробыл 13 лет. Все возможно. Все возможно на самом-то деле. Поэтому вот такая вот замечательная у нас история. Получилось, в первом же сезоне Эвертон выигрывает... Ну, в первом же сезоне при Уэйне Руни выигрывает Кубок Англии. А ведь сезон назад, год назад могли вылететь из АПЛ. И начинали бы, естественно, с дальней стадии в Кубке Англии. Но в итоге вот получилось. Ну что же. Нам дает это прямую путевку в Лигу Европы. Это не может не радовать. Ребята молодцы. Ну и лучшим, скорее всего, Кин станет. Да, 10-0 у него оценка. Так, ну и за победу в финале нам дают 2 миллиона 100 тысяч. Так, а у нас, кстати, 2023 год. Это значит подготовка у сборной Англии будет к чемпионату Европы 2024 года. Поэтому будет интересно на самом-то деле. Так, и у нас две последние встречи против Тоттенхэма. Одна из этих встреч, вторая против Манчестер Сити. Поэтому сейчас, если обыгрываем Тоттенхэм, обходим их в турнировой таблице. До Ливерпуля у нас. Но у нас матч в запасе, поэтому мы максимум можем с ними сравняться. Но, мне кажется, они точно уже не упустят обход нас. Поэтому вот, наш состав на ваших экранах. Будем играть уставшими игроками. Ну а что поделать, у них все отдохнувшие. Ну а мы как раз после финала Кубка Англии. Поехали. Итак, Гудисен Парк, Эвертон против Тоттенхэма. Бестрофейная команда против Эвертона, которые уже стали обладателями Кубка Англии. Ну вот посмотрим. Посмотрим, что же сделать сегодня Тоттенхэм. Которые опережают на одно место. В турнирной таблице Эвертон. Ну Эвертон уже в любом случае, не знаю, какой смысл им бороться за какие-то места теперь в АПЛ. В любом случае, там тяжело будет попасть в Лигу Чемпионов. А в Лигу Европы они уже 100% попадут из-за победы в Кубке Англии. Поэтому можно было и второй состав повыпускать. Но вышел первый. Они в любом случае хотят победить. Хотят на высокой ноте закончить этот сезон. И вот так вот забивает Харри Кейн. Ну какой-то корябый гол, конечно, вышел на первых минутах. И вот контратака на 16-й минуте со стороны Эвертона. Марсиале вообще будет забегать, нет? Вроде как забегает. Против него Лукас, Лукас Ромеро, я не помню как. Точно его Кристиан. Прошу прощения, Кристиан Ромеро его зовут. Хёйберг. Отлично здесь Джастин отыграл. Очередная атака со стороны Тоттенхэма. Снова Хёйберг. Так, Ришарлисон. Что же будет делать? А он решил просто подать. Ришарлисон наш бывший игрок. А вот и штрафной. А может быть получится. А может быть действительно получится. Я не умею на самом деле бить штрафные. Но посмотрим, может быть кто-то получше бьет. Да нет, но здесь надо на самом-то деле пробовать забивать. Поэтому. Ух, там в штангу, в перекладину мяч попал. Забить не получилось. Но может быть получится навесить сейчас. Гордон получает мяч. Марсиаль. И, конечно, под прессингом трудно было пробить. Но теперь Тоттенхэм выполняет угловой. Почему-то табличка гол написана. Может быть игра уже заранее решила то, что Тоттенхэм забьет после этого углового. Не знаю. А вот и пенальти. Отлично. К минимуму можем не проиграть сейчас. Так, к мячу подходит Марсиаль. Марсиаль против своего соотечественника Уголь Юриса. Удар и гол. Марсиаль забивает, сравнивает счет. На 76-й минуте. И все. Вот так вот. 1-1. Ну, последняя игра у нас против Манчестер-Сити. Трудная на самом деле будет. Потому что даже в полфинале Кубка Англии по пенальти мы смогли выявить победителя. Так, а у нас вот такие новости. Миколенко забивает первый гол в сезоне и помог клубу Эвертон сыграть 1-1 с клубом Тоттенхэм. Но забил-то он автогол. А по новостям решили вот так вот выдать. Так, Эвертон и Тоттенхэм сражаются за место в Еврокубках. Так. А почему там про Лигу Чемпионов говорят? Там вроде как строчка про Лигу Чемпионов была или нет? Или мне показалось? Еще раз. Вот очень долго выдают, конечно. Да, кто будет играть в Лигу Чемпионов в следующем сезоне? То есть сколько там места попадает в Лигу Чемпионов? Я думал, первые четыре и все. Но сейчас у нас игра против Сити. Они сейчас на первом месте. Поэтому мы можем... А мы вообще можем на что-то там повлиять. Сейчас надо в принципе расклады посмотреть. Мы можем на самом-то деле. Мы можем, если обыграем мы Сити. А победит Манчестер Юнайтед, то они могут стать чемпионами. Вот это было бы интересно. На самом-то деле. Так, нам написали то, что игрок из молодежного состава, Феликс Колс, хочет завершить контракт. То пусть завершает. Я сам могу. И вот это освободить. Но понимаю, потенциал у него хороший. 18 лет иметь рейтинг 53. И он еще куда-то хочет в состав попасть. Это, конечно, очень завышенное самомнение у него. Просто выгнали его из Академии. Вот он наш состав на финальную игру сезона против Манчестер Сити в АПЛ. Составы в наших экранах. Поехали. Итак, мы на Этихаде. Именно против Манчестер Сити. Как я считаю, у нас была ключевая игра в этом сезоне. Именно в полуфинале Кубка Англии мы их обыграли. Но вот игра, которая проходит сейчас, вряд ли что-то там в принципе решит. Поэтому просто доиграем сезон. Посмотрим, может быть, получится какие-то очки завоевать. Если обыграем Манчестер Сити, а Манчестер Юнайтед обыграет своего соперника в последнем туре, то МЮ может стать чемпионом. То есть там все решается в Манчестере сейчас. А у нас просто вот так... А, нет. Я думал, у нас мяч просто сейчас Жо Концело сам отобрал. В итоге Марсиаль. Вот шикарная передача Таунсенда, но мяч у нас сохранился. Замечательно. Джастин подавал, но Рубен Диаш на перехвате. Так, Фоден еще удар здесь, но не точный. И очередная атака от Манчестер Сити. Педри. Которую я, кстати, не помню, забил нам или нет в полфинале Кубка Англии в серии пенальти. Это вот я не помню, к сожалению. Так, у нас штрафной. В концовке первого тайма. Не знаю, получится или нет. Будем пробовать. Таунсенд. На дальнюю. На подборе выиграет кто-нибудь? Нет. В наших точно никто. Педри. С Морезом на фланге перепасовываются. Замечательно Колоди. Ну и пенальти. Куда же без этого. Мало же нам было в серии пенальти. Но он, кстати, Эрвин Холмс не забил. В серии пенальти. Тут вот немножечко попозже бы прыгнул Пикфорд. Так как, в принципе, все по движению-то угадал. Что если бы так двигаться бы чуть-чуть только бы попозже, угадал бы. И отбил. Но в итоге Холмс забивает вон 22-й мяч в АПЛ. Ну, обидно, что именно еще и в матче с нами Манчестер Сити может стать чемпионом. Холланд. Отлично здесь Тарковский накрыл. Так, а вот и Педри с мячом. Очень опасно сейчас. Снова Тарковский. Зачем же просто на вынос надо? Почему судья-то не свистит? Я вот этого вот не понимаю. Все. Момент доигран. Замечательно. Надо было вау. А у нас стольный проход сейчас. Как минимум сравнять мы можем. И там вся надежда на то, что МЮ обыграет своего соперника. И там уже разница мячей будет. Но надо сначала нам забить. Грей. Хорошо. Забивает Грей. Сравнивает счет. Болельщики в Манчестере встрепенулись. И те, что болеют за Сити. И те, что болеют за Юнайтед. Мне интересно, как МЮ-то там играет. Поможем ли мы своей бывшей команде, в которой играли там 13 лет. И Пихвор отлично выручает. Финальный цветок. 1-1. Мы не проиграли Сити. Вот. И сейчас смотрим. Празднуют ли игроки Манчестер Сити или нет. Как-то нам не показывают. Поэтому, возможно, Манчестер Сити упустили чемпионство. Ну вот, интересно. Интересно мне сейчас, как сыграл МЮ. МЮ проиграл Челси, кстати. Поэтому Манчестер Сити становится чемпионом, как я понимаю. Ну вот так вот обидно. МЮ сами не решили свой момент. Так, а здесь у нас квалификация к чемпионату Европы. Группа с Данией, Хорватии, Чехии и Уэльсом. Мы на первом месте. Пока что еще ни разу не проиграли. Хорошо. Так, ну а мы давайте посмотрим, что там за дела-то происходят. Мы на шестом месте в итоге закончили. Да, Сити стали чемпионами. А МЮ даже со второго места вот отлетел. После вот этого матча с Челси. И в итоге лишь бронзовые медали. Но нам немного не хватило для Ливерпуля. Четыре очка. Вот. Но в любом случае шестое место. Это Лига Европы. Вот мы и так в Лиге Европы. Поэтому Арсенал, скорее всего, еще тоже попадает в Лигу Европы. Ауэсхэм попадает в Лигу Конференции, если я все правильно понимаю. Из-за того, что вот мы выиграли Кубок Англии. Вот. Тут у нас предложение по Вяту. Сион. Это Швейцария. Поэтому посмотрим. Так, нам добавили 162 миллиона. Я надеюсь, что столько и будет. И попробуем как-нибудь укрепиться. Кого-нибудь подписать. Так, а мне бы сборную Англии убрать? Потому что у меня еще дела с Севертоном. Надо порешать. Так, что у нас по новостям? Давайте посмотрим. Названа команда недели. Это сборная турнира. Ну что же, смотрим. Если хоть один игрок из Эвертона. Очень долго прогружается. Эдерсон с Сити. Челси. Диас с Сити. Ван Дайк Ливерпуль. Волкер Сити. Санкт-Максимин даже из Ньюкасла попал. Дебрёйны с Сити. Боуэн из МЮ. Салах. Кейн. И Роналду. Вот так вот. Золотая бутса у Крещану Роналду. Лучший игрок турнира это Кейн. Из Тоттенхэма. А лучший вратарь есть. Почему нам не показывают лучшего вратаря? Обидно. Там должен был быть Пихфорд. Как минимум. Потому что он много матчей насухо провел. Поехали посмотрим. По статистике. Роналду и Кейн лучшие здесь бомбардиры. По 27 мячей забили. У нас. Где же наш? Хоть один бомбардир. У нас Кальвер Клюин. 12 забил. И также Марсиаль 11. Лучшим ассистентом стал Фоден. У нас. А у нас Марсиаль. 5 голевых отдал. Ну и Пикфорд кстати дал лучший вратарь. 13 таких игр из 36. Замечательный результат. Не знаю почему его даже в сборную не добавили. Поэтому это вот очень-очень странно. Вот. Поэтому давайте будем переходить уже к статистике. по ходу сезона. Так. Ну что же. По статистике. По всем наверное игрокам пройдемся. На позиции вратаря у нас было 2 игрока. Это Бегович. Он 5 матчей провел. Как видите 2 в кубке. 2 в премьер-лигии. 1 в кубке Карабао. Вот. Из 5 матчей он 4 провел насухо. Вот. Один лишь матч в кубке Карабао не отыграл в сухую. Пикфорд. 46 игр. 16 насухо. Причем 13 в АПЛ. И благодаря этому стал лучшим вратарем. Этого сезона АПЛ. Плюс 2 к рейтингу он получил. Нкунку у нас с конца середины сезона. Вот. Потому что кто-то у нас ушел. Кто-то из спортинга. Я уже забыл как его зовут. В итоге Миколенко был основным. Плюс 2 к рейтингу. У Нкунку тоже плюс 2. Вот. У Миколенко плюс еще и одна голевая. Так. Ковади был арендован. Из Вуллурхэмптона у нас. Нам предлагают его естественно подписать. Но я так понимаю у меня денег просто нет. Поэтому и возможность его подписать тоже. 39 матчей. Средняя оценка 6.5. Также у Тарковски 6.5. Кин оценка 6.8. Три забитых мяча. Причем один решающий в финале Кубка Англии. Вот. Замечательно. Гудфри. 26 матчей. Средняя оценка 6.7. Еремина. 6.8. За 20 матчей. Амара. Перешел к нам из Вестхэма. 9 игр. 6.6. Средняя оценка. Так. Ну это наши арендованные. Джастин. 31 игра. 1 голевая передача. 6.4. Средняя оценка 6.5. У Спенса. Который к нам перешел из Тоттенхэма. 6.5. Средняя оценка. Анана. 18 игр. 1 голевая. 6.8. Средняя оценка. Гуе. 35 игр. Гол плюс пас. 6.4. Средняя оценка. 7.2. У Гордона. 26 матчей. 5. Плюс 1. То есть ту единственную голевую, которую он сегодня выдал, это и была его голевая единственная в сезоне. Вот. Как-то так. Грей. 36 матчей. 6.5. Средняя оценка. 6.8. Дэвис. Гол плюс 6 голевых. За 33 игры. 6.6. Средняя оценка. Хави Симмонс. Хоть и перешел там в середине сезона. 8 матчей уже отыграл. 2 гола и 1 голевая. 6.9. Средняя оценка. И Воби. 4.6. За 30 матчей. Средняя оценка. Также семерка у Таунсенда. У него 4 гола плюс 7 голевых. Кальверт Льюин. 14 голов. 2 голевые передачи за 26 матчей. 7.6. Средняя оценка. Ну и Марсиаль. 36 игр. 15 голов. 6 голевых. 7.2. Средняя оценка. Поэтому вот как-то так. Давайте топ 3 возрастных игроков, которые именно выступали. Это Бегович. Это Гуе и Таунсен. Три самых молодых, которые именно принимали участие. Это Амара. Это Хави Симмонс. И это Анана. Так, ну и самые высокорейтинговые. Самые высокорейтинговые. Это Пикфорд. Марсиаль. И Кальверт. Льюин. Ну а самые низко рейтинговые, которые именно принимали участие. Нкунку. 68. Амара. 69. И Бегович. 71. Ну и топ 3 самых дорогих наших игрока. Кина мы не считаем. Он не наш. Пока что еще. Вон в аренде вернется. Вот. Замечательно, что он тоже там плюс 3 к рейтингу сделал. Так что будем думать по поводу, может быть, еще на год. Кина называть в аренду. Либо кого-то вот продавать. Того же Кальвертолюина. Возможно. Вот. Марсиаль. 34 миллиона. 33 миллиона. У Кальвертолюина. И 25 миллионов у Джордана Пикфорда. Вот как-то так, друзья. По трансферам. Я вам показываю свои два состава. Вот он первый состав. Также вспоминайте, кто может там прийти из аренды. Я быстренько сейчас там листал. Могли посмотреть. Здесь. Вот он второй состав. Поэтому пишите, какие позиции и кем укреплять. Хотелось бы, конечно, чтобы более-менее немножко логично было. Мы заняли шестую строчку. Мы будем играть в Лиге Европы. Поэтому у меня предложение такое. Почему бы не подписать каких-нибудь игроков из АПЛ. Те, которые играют пока что без Еврокубков. То есть это с девятой строчки по там, ну, по 17-й. Вот. От Нотингема до Астанвилла. То есть в том же Ньюкасли и Санкт-Максимин. А в том же Кристалл Пелесе за А. К примеру, я сейчас говорю, почему бы и нет. Вот. В том же Лестере очень много интересных игроков заняли 15-е место. Вот. Поэтому из этих клубов я бы поподписывал каких-нибудь игроков. Посмотрим в любом случае. Ну, а пока что вроде все мы сделали. Поэтому со спокойной душой можем переходить там к следующему сезону. Так. Ну, а если пробежаться, в принципе, по заданиям от руководства. У нас рейтинг, кстати, 96. Развитие молодежи у нас, ну, это долгосрочно. За два сезона заиграть хотя бы одного подписанного игрока в первом сезоне. Не менее 50 игр следующего сезона. Вот. Поэтому тут это, конечно, трудно будет. Закончили мы 22 матча насуха. Вот. Подписали одного ключевого игрока на позицию нападающей. Международного успеха, естественно, не было. Домашнего закончили в середине таблицы. То есть, как все и просили, шатая строчка. И выиграли кубок Англии. Вот. Ну, и получили от продажи за футболки 43 миллиона фунтов стерлинга. Так. По другим турнирам, если кому интересно, в кубке Карабао-Сити обыграли Санвилу 3-0. В суперкубке Уи-Фая Мадридский Реал обыграл 2-0 Айнтракт. В финале Лиги Чемпионов Реал по пенальти обыграл ПСЖ. Лигу Европы выиграла Дормундская Боруссия, обыграв по пенальти МЮ. И Лигу Конференции выиграл Вилья Реал. Тоже, кстати, по пенальти обыграли Ферентину. С счетом 4-3. Так, ну и хотелось бы, конечно, кого-нибудь выделить из Еврокубков. Там, понятно, не из Лиги Чемпионов, потому что трудно будет подписать какого-нибудь игрока из этого клуба. Там, хоть из какого-нибудь. В общем, по бомбардирам. Топ-3. Неймар, Холланд, Кейн. Голевые. Дебрюйны, Манне, Салах. Вратари, Куртуа, Минди и Облак. В Лиге Европы это Гакпо. Но его трудно, конечно, будет подписать. Нам особенно. Но было бы в любом случае интересно. Тем более, он еще здесь, в Ливерпульте. Не перешел. Дебала. Возрастной, более-менее, игрок такой. Увелян Хосе. Тоже. Бурегут. Честно, не видел. Его возраст тот же самый. Поэтому, как бы так. Луис Альберто, Грифо и Фернандеш. Лучшие ассистенты. Флекин, Манданда и Нюбель. Вот топ-3 вратаря. Так, а вот какой-то Лингер. Забил весь мячей в Лиге Конференции. Бенгидер и Морена. Из Валериала по девяточке оформили. Лучшие ассистенты Викхейм. Дальше Тайт и Бенгидер. Ну и по вратарям. Хитс, Галине и Гордон. Вот, кстати, Васютин там еще на четвертом месте. Поэтому, в принципе, тот же Бенгидер неплохо себя показал в Валериале. Может быть, стоит дядю Бена подписать в Эвертон? Не знаю. Так, и, кстати, Кайло Джоната подписали. Вот Лас Пальмас. У него закончилась аренда. У него вроде она справа в УКПа была. Поэтому его, я так понимаю, решили подписать. Вот. Был продан за миллион триста. Ну и все. Поэтому нам-то плюс. Какие-то деньги за него получим. Ну что же. Вот он и конец сезона. И его результаты. Шестое место в АПЛ. Победа в Кубке Англии. Полуфинал в Кубке Карабао. И, как там закончили, я не помню, уже претензионный турнир. Поэтому, ну, еще и Уэйн Руни лучше, наверное, вот так вот сделать. Стал главным тренером спорной Англии. Поэтому вообще просто все замечательно. Мы завершаем сезон. Переходим в следующий. И на этом будем заканчивать. Так, нам сразу предлагают про претензионный турнир. Берем, наверное, вот этот. За пять миллионов. Вот. Ну и на этом все. Стадион нам поменять не дадут. Потому что это лицензионный официальный стадион. Поэтому, друзья, на этом все. Заканчиваем вот первый сезон. Всем спасибо большое, кто поддерживал Эвертон. По ходу этого сезона. Пишите в комментариях, кого бы вы хотели увидеть в составе Эвертона в следующем сезоне. Тем более в прошлом сезоне писали. По поводу Пенца. Вроде как. По поводу Хави Симонса. И вот мы их подписали. Поэтому ко всем комментариям я прислушиваюсь. Поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это Ожидан. До встречи, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...